В Камин-Наби направят специальную комиссию правительства края. Город не готов к отопительному сезону. Суд намерен выслужить свидетелей. Сегодня в Барнауле состоится очередное заседание по делу Марии Матузной. Не щадили свои авто. Кто стал победителем Кубка РААФ по дракрейсингу? Вы смотрите наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Камин-Наби, который абсолютно не готов к отопительному сезону, будет направлена специальная комиссия правительства края. Местный МУП почти банкрот, а денег на ремонт сетей и оборудования котельных нет, так как тариф на тепло в Камин-Наби ниже себестоимости. Сейчас за гигакалорию каменцы платят 1846 рублей. Поднять цену местные депутаты отказываются, а по подсчетам специалистов повышать ее необходимо как минимум на 60%. Расчеты на сегодняшний день составляют 2900 рублей за гигакалорию. Но это все еще расчеты, их будет перепроверять еще комитет по тарифам, краевая администрация. Ход мыслей депутатов и ход моих мыслей, они абсолютно не сходятся. Я сейчас в трех сессиях видел, как они себя позиционируют. И мне сложно это комментировать, потому что о нуждах города и нуждах его жителя у них мысли не возникает. В специальную комиссию, которую направят в город, войдут специалисты ЖКХ, депутаты и, возможно, представители федеральных структур. Они должны будут изучить ситуацию и помочь муниципалитету решить коммунальную проблему. Пока в Камин-Наби не знают, кто именно приедет и как будут оценивать положение тепловой сферы города. Тем не менее, 31 августа состоится очередная сессия главным вопросом, которой вновь встанут тарифы на тепло. По срокам Камин-Наби, впрочем, как и другие города и районы края, должен был быть готов к зиме к середине сентября. Сегодня в индустриальном районном суде Барнаул состоится очередное заседание по резонансному делу жительницы Барнаула 23-летней Марии Матузной. Напомним, ее обвиняют в экстремизме за картинки мемы, размещенной в интернете. На сегодняшнем заседании ждут свидетели, в частности двух девушек, на заявлении которых во многом основано обвинительное заключение. Напомним, судебный процесс длится середина июля, а за это время Матузная отказалась от данных ранее признательных показаний, заявив, что оговорила себя из-за юридической неграмотности. Теперь защита настаивает на ее полной невиновности. Отметим сейчас, в Алтайском крае рассматривается четыре уголовных дела, связанных с экстремизмом в сети, но лишь дело Матузной получило широкий общественный резонанс. Ее поддержку проходят митинги, выступают деятели культуры и даже служители церкви. Кто достроит Демидов парк в Новоалтайске, а также поднимут ли курортный сбор в Белокурихе, почему руководство курорта против, эти и другие темы в кратком обзоре страниц изданий Сибирской медиагруппы. Новый подрядчик, строительная компания Крафт, будет достраивать проблемный Демидов парк в Новоалтайске. Об этом сообщает политсибру со ссылкой на госинспекцию региона. Речь идет о многоквартирном доме по улице Пруцкая, 40. Чтобы уложиться в срок, с сентября работы на объекте обещают ввести в две смены. Отметим, что с января подрядчиком Демидов парка была компания «Сэлф». Белокуриха выступит против повышения курортного сбора. В следующем году его планируют поднять с 30 до 50 рублей за сутки с человека. Почему, рассказывают корреспонденты КП на Алтае. С момента введения курортного сбора в городе собрано 7,5 миллионов рублей. Со следующего года стоимость повысится, но руководство курорта считает, что это может вызвать волну возмущения туристов. Добавим, что собранные с туристов деньги планируются в частности потратить на благоустройство городских лесов, въездной зоны в город и создание пешеходной зоны Ореховой аллеи. Бесплатные мастер-классы проведут бийские музыканты. В арт-пространстве глаголов в 18.00 вход свободный. Советы профессионалов Александра Зиборова, Дмитрия Крестова-Сдвиженского, Константина Балыхнина и Елены Жуковой можно получить в течение трех дней. Первое занятие сегодня в 6 вечера. Полное расписание на сайте бийского рабочего. Евгения Даровская. Наши новости. 869 тысяч тонн зерна намолотили хозяйство Алтайского края. Уборочная кампания в регионе идет полным ходом. По информации Краевого министерства сельского хозяйства, сейчас убрано 12% всех площадей. Почти половина объема урожая зимы, уборка которых находится на завершающем этапе. Набирает обороты обмолот яровых. Горох уже собран с половины площадей, убрана пятая часть овса и 10% ячменя. Сейчас хозяйство приступает к уборке яровой пшеницы. Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 56-летнего Барнаульца, которому врачи отказали в госпитализации. Инцидент произошел 18 июля. Пожилой мужчина в тяжелом состоянии поступил в 12-ю горбольницу. Там ему вовремя не смогли поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Пациенту отказали в госпитализации, отправили домой, но самочувствие у Барнаульца резко ухудшилось. Его на скорой доставили в другую больницу, где на следующий день он скончался. По данному факту следователи провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Впервые в Алтайском крае прошли соревнования по дрэк-рейсингу федерального уровня. Больше 60 пилотов, почти две сотни заездов. Самым быстрым участником этой гонки в итоге оказался Барнаульц. Дрэк-рейсинг – это гонки по прямой на дистанции 402 метра. Средняя скорость, с которой пилоты преодолевают расстояние – 10 секунд. Победитель Кубка РАФ Сергей Мудрик смог сделать это за 9,3 секунды. Одновременно с федеральным заездом проходили гонки и Краевого Кубка. Многие пилоты предпочли пока состязаться на этом уровне. Но на желании победить это никак не сказалось. Гончики не щадили ни дорожку, ни свои авто. Сегодня прям классный зацеп. Я вот давно не видел, чтобы кардан у автомобиля сворачивало пополам и рвало его, как мороженку. Пополам. Вот этого давно не было. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черника форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника форте – для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края без осадков. В Бийске, Олейске и Заринске до 20 тепла. В Зминогорске и Рубцовске – 21. В Барнауле переменная облачность, возможен дождь и до 19. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова